Дорогие друзья, портал Экзегет приветствует вас, братцы и сестрички, вы задаете такие интересные вопросы, что я даже иногда теряюсь. Вот вопрос сегодня такой. Как избежать смерти? Почему я теряюсь? Потому что мы же христиане так любим этот возраст на Пасху. Христос воскресе, боюсь на воскресе. Нету смерти. Все. Не надо ничего избегать. Мы живем вечно. Мы же так и поем в тропаре Пасхи. Смертью смерть поправ, Иисущим во гробях жизнь даровав. Ну и мы читаем у апостола Павла. Когда же тленное это облечется в нетлении, и смертное это облечется в бессмертии, тогда сбудется слово написанное. Поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а силы греха закон. Где ад победы? Все, ад побежден. Смерти нету. Это в каком-то смысле, дорогие друзья, нас должно было бы напугать. Потому что если бы мы вечно бы жили в нашем мире, то единственное светлое, что бы нас ждало, это то, что мы бы дожили бы до пенсии. Но ведь то, что у нас будет вечная жизнь с Богом, должно было бы нас как-то настраивать на подготовку к этой жизни. Ведь представьте себе, что вы вечно живете с Богом, которого не любите в ответ. Представляете, какая-то мука. Так что смерти нету. Этот момент, когда временно тело нас оставит, он, ну, я даже боюсь, что мы это не очень заметим. Ведь наше сознание, наша душа, она вечна. И вот наступил момент, когда тело нас оставило. Кстати, вся земная суета временно тоже нас оставила. И вот мы пред Богом. Господь нас любит. Как он говорит, я хочу, чтобы все спаслись, все пришли в познание истины. Господь ждет нас в раю, приглашает нас, а мы его не любим в ответ. Представляете, какой ужас. И как же нам тогда дальше жить? Так что не переживайте. Мы-то как раз не умрем. Но вот что нам делать дальше с жизнью вечной, вот это очень большой вопрос, на который каждый из нас должен дать ответ Господу Богу. Если мы Господу Богу говорим «Да», Господи, я хочу с Тобой жить, я Тебя люблю, то тогда это хорошо. А если нет? Напоследок, как по скриптам, хочу заметить, что вечное блаженство с Богом возможно только при взаимной любви. Если Бог нас любит, а он нас любит, а мы его не любим в ответ, это вечная мука. Чего я, конечно, никому из вас, да и себе тоже не желаю. Моги Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok